И снова об экономике. Новости телеканала Панорама ТВ, входящего в наш медиахолдинг. Как сообщает РБК по данным аналитиков, цены на продовольствие могут снизиться к концу года. В первую очередь на отечественные товары. Аналитики считают, что снижение уже началось и составляет 5-7% от уровня марта после восстановления логистических цепочек, а также урегулирования торговых наценок на товары первой необходимости на законодательном уровне. Мы поинтересовались у жителей Верхней Олжи, заметили ли они снижение цен в магазинах, в особенности на сезонные овощи и фрукты. А заметили ли вы снижение цен на сезонные продукты? Есть такое, не на все, конечно, но видела, да. А на какие именно? Ну вот на колбасу, в частности, на мучные изделия. Наоборот, мне кажется, они подорожали. Все продукты? Молочные, например. Фрукты, ну фрукты, скорее всего, подешевели? Нет. Вообще ни на какие продукты? Нет. Нет, еще не заметила. Вообще? Ну, вы знаете, я многое привожу от родителей, с области, поэтому что-то с огорода, что-то, поэтому сезонные мало. Нет. Вообще? На сезонные. На такое повышение, наверное. Цены завышают, а потом их снижают. К сожалению, нет пока. И на какие продукты? Ну, пока нет. Как только заметим, будем вам сообщать. Таким образом, по результатам опроса можно отметить, что повышение или снижение цен потребителями воспринимается по-разному. Это зависит от конкретных предпочтений людей, от материального достатка граждан, от торговых точек, где приобретают товары. Кроме того, это зависит от возможности граждан самим выращивать овощи или фрукты. Справедливости ради, заметим, что некоторые продукты и в самом деле подорожали. Но чаще всего они не из категории сезонных. Мы продолжим следить за тем, как меняются цены на самые разные товары и услуги. И в следующем выпуске новостей расскажем о ситуации на рынке недвижимости. Там тоже наблюдаются интересные тенденции. Продолжение следует...